Добрый день, уважаемые зрители! Проект «Союз онлайн» выходит в прямой эфир в студии Ирины Пономарёва. Близится Великий пост, время сосредоточенной работы над своей душой, время решительных попыток убрать из своей жизни всё лишнее, вредное и добавить больше того, что годится для Царства Небесного. В преддверии весны духовной в Санкт-Петербурге состоится крестный ход трезвенников. Подробности у нашего корреспондента Глеба Ильинского. Глеб, добрый день! Да, добрый день, добрый день, Ирина, добрый день, дорогие наши телезрители! Расскажите, пожалуйста, когда и по какому маршруту проследует крестный ход? Это состоится 29 числа, и проследует он по такому, ну, уже сложившемуся маршруту. Всё начнётся с молебна, потом будет отслужено лития по погибшим в годы блокады, потому что мы находимся в парке Победы, где находился кирпичный завод, в печах которого были сожжены погибшие во время блокады. И по разным оценкам эта цифра может доходить до 700 тысяч человек. И вот здесь крестный ход, в особенности ход трезвенников, это на самом деле такой очень особый, особый ход. И слава богу, что он проходит уже не в первый раз. Но подробно обо всём нам расскажет руководитель координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму при Санкт-Петербургской епархии Протерей Максим Плетнёв. Здравствуйте, отец Максим. Когда, то есть 29-го, во сколько и куда приходить к крестноходцам? 29 февраля традиционно наш крестный ход проходит в преддверии Великого Поста. И он помогает нам, так сказать, собраться внутренне, консолидировать свою совесть, свои духовные силы и отступить уже в Великий Пост с таким вот хорошим настроем. Итак, 29 февраля сбор как раз-таки вот здесь, где мы сейчас с вами стоим, у поклонного креста в 13.30. И в 14 часов мы начинаем крестный ход уже традиционно. Крестный ход проходит в седьмой раз уже. Мы начинаем с литии, молитва об усопших. Как раз вот здесь поминальный крест, именно поставленный в честь вот тех усопших людей, которые здесь нашли захоронение. Это жертвы блокады. И цифра вот этих жертв, она колеблется. Это от 300 до 800 тысяч человек. Здесь был кирпичный завод. И вот в печах этого кирпичного завода многие вот, собственно говоря, и были сожжены, и далее вот их останки были здесь захоронены. И поэтому наш крестный ход, он, конечно же, за трезвость. И мы призываем всех трезвенников и всех неравнодушных к этой теме. И также всех тех, кто, может быть, и борется сейчас с этой страстью, да, и близких людей, принять участие в этом крестном ходе. Крестный ход будет в то же время и богородичный. Мы будем шествовать с почитаемой иконой «Неупиваемая чаша», с завода Ати, там у нас есть храм в честь этой иконы. И вот с этой иконы мы пройдем по Парку Победы как раз вот вокруг этих захоронений. Поэтому наш крестный ход в то же время будет нести второй смысл. Такой смысл вот памяти, тем более в год 75-летия Победы нашей Великой. Вот мы тоже будем вспоминать тех, кто своей жизнью, ну, можно сказать, потрудился, да, отдал свою жизнь за в том числе и наше с вами будущее. Поэтому всех приглашаю в 13.30 в Московский Парк Победы, город Санкт-Петербург, 29 февраля. Здесь собираемся, начинаем с литии, заупокойная служба, потом крестный ход и подходим в храм, да, по сути возвращаемся сюда же, и уже у храма служим молебен о здравии и о трезвении России. Такой соборный молебен, все, кто соберутся, священнослужители, миряне, в сам храм у нас небольшой, все не поместимся. Но вот, ну, около храма помолимся и вознесем вот свои такие малые молитвы о здравии бедных, страждущих людей, об отрезвении всех, кто еще колеблется, утверждении веры и трезвости. Спасибо большое. Продерей Максим Плетнев, руководитель Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму, был сегодня в нашем эфире. И от себя хочу сказать только, добавить только одно. Вот я уже давно принимаю участие в этих крестных ходах и с каждым годом очень радостно видеть, что все больше и больше людей присоединяются к этому крестному ходу. Когда-то все собирались в храме и помещались, теперь даже рядом с храмом очень мало места. Мы всех приглашаем, и это очень действительно радостное событие перед Великим постом, особенный духовный труд. Ирина. Спасибо, Глеб. Действительно очень отрезвляет прикосновение к истории блокады Ленинграда. Это помогает нам по-другому взглянуть на свои затруднения и капризы, начать благодарить Бога за то, что у нас есть, беречь то, что нам дано. Если наши близкие живы, если у нас есть пища и крыша над головой, это уже большая радость. В Арсеньевской епархии подготовили проникновенный видеорассказ о блокаде Ленинграда. Не в цифрах ее истории, но в судьбах конкретных людей, которые кого-то любили и ждали, и дождались не все. Удивительное, радостное письмо из блокадного Ленинграда. Только вчера послала тебе мой мальчик письмо, а сегодня вечером пишу снова. Знаешь, Пашенька, я давно хотела написать тебе радостное письмо. Думала, что так и не смогу. Смерть папы, бабушки, Валечки. Казалось, ничего в жизни не обрадует меня, кроме встречи с тобой. А сегодня был день чудес, радостных, нежданных. Поверишь, я была на праздновании дня рождения Пушкина. Музей был закрыт с начала войны, и вдруг, получая розовенький листочек, приглашение в музей, пришло восемь человек из близближающих домов. Выступали Вишневский, Имбир и Николай Тихонов. С какой пронзающей душу верой Вишневский сказал, «Голод уйдет, поверьте, мы победим!» Имбир читала память Пушкина. На бюсте Пушкина был венок, настоящий, из жирых цветов. А я вспоминала, как малышом ты потерялся в музее, и я с трудом отыскала тебя у этого самого бюста. Ты тогда сказал. Я с каменным дядей гулял, помнишь? Знаешь, сынок, нас было восемь человек. Всего. Но мы были в центре вечности и бессмертия. Жизнь будет, она бесконечна. Дом Пушкина не пострадал. Бомба упала в мойку и не взорвалась. Есть в мире места неприкасаемые, хранимые свыше. Я, Пашенька, пока не очень хорошо хожу. Только не волнуйся, ничего серьезного. А из дома Пушкина пошла. Первый раз на стрелку. Силы появились. А день какой сегодня чудесный. Солнце, нежная зелень деревьев. Ах, какое чудо. Ты не представляешь. Румяцевский садик разбили на квадратики, под огороды. А на набережной разрыхлили газон для цветов. Милый, меня так взволновал запах парной земли. Я целыми пригоршнями подносила ее к лицу. И до головокружения вдыхал ее запах. Запах жизни. Господь, скоро я увижу цветы. Павлик, какие у нас люди. Город, в котором сажают блокаду цветы, победить нельзя. Вернулась домой. Зашла Зинаида Васильевна. Рассказала, что весь персонал их детского дома собрался, чтобы посмотреть драку двух мальчуганов. Представляешь, они дрались. Женщины плакали от счастья. Дети молча лежали. Только с трудом начали вставать. И вдруг дерутся. И не из-за еды, а свои мальчишеские отношения выясняют. А жил маленький народ. Победа. Еще какая победа. Вечером у меня стала кружиться голова. Тетя Дуся бывшая лифтеж. Помнишь ее? Говорит. От слабости, Алексеевна. Води долго не протянешь. Ай-яй. От радости. Не поняла. Посмотрела, словно я умом тронулась. А я, Павлик, поверила сегодня, что у нас будет жизнь. И ты вернешься, сынок. И я это знаю. 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 Только не узнаешь ты наши квартиры. Сожгли все, что горело. Даже паркет. Ничего. Наживем. А вот твою комнату не тронули. Там все так, как было. Даже листочек из блокнота. И карандашик, оставленный тобой на письменном столе. Мы с твоей Лелей, чудесная девочка, часто сидим у тебя в комнате. С тобой. Твоя Леля давно у меня дочь. У меня никого. У нее тоже. Один свет на двоих. Твое возвращение. Без нее, моего ангела-хранителя, я эту зиму не пережила бы. Теперь ты точно доживу. И внуков понянчу. Не выдавай меня, сынок. Леля рассердится. Но в такой особый счастливый день проболтаюсь. У каждого ленинградца есть сумочка. Баульчик с самым ценным, с которым не расстается. А знаешь, что у Лели в сумочке, кроме документов и карточек? Не догадаешься. Узелок со свадебным платьем и туфельками, которые ты и купил 20 июня 41-го года. Голодала. Она хлеб не поменяла. Знает девочка, что наденет свой свадебный наряд. Волшебная наша девочка. Видишь, сынок, получилось у меня радостное письмо. Будем жить, Павлик, уже втроем. И внуки у меня будут Красивые и добрые, как ты и Леля. Целую тебя, мой ненаглядный мальчик, кровиночка моя, надежда, жизнь моя. Береги себя, сынок. Мне кажется, что прожитый сегодня счастливый день Божье знамение. Твоя мама. 6 июня 1943 года. Вера Алексеевна Вечерская умерла 8 июня 1943 года. О ее смерти Павлик узнал через полгода. Радостное письмо матери хранил всю войну в кармане гимнастерки вместе с фотографией Лели. Фронтовые друзья неоднажды просили прочитать это последнее радостное материнское письмо. И обязательно кто-то вслед за Верой Алексеевной повторял Будем жить. Будем. Павлик вернулся. Они с Лерой поженились. У них самих есть уже и внуки, и правнуки. И еще кроме обычных праздников в их семье есть праздник радостного дня. Дня чудес радостных и нежданных. Маршрут их праздничий про внуки тот, в котором предпоследний день жизни шла Вера Алексеевна. Важно Великим постом изучать Священное Писание, жития святых, но и чтение о Великой Отечественной войне тоже может стать для кого-то поддержкой в борьбе со своей изнеженностью, расслабленностью, примером мужества и верности. Доброго всем поста, друзья! Напомню, он начнется ближайший понедельник и продлится до 19 апреля Светлого Христового Воскресения. Светлого Христового Воскресения